Добрый день! Сейчас я вам объясню, как нарисовать предмет с физической формы, и чтобы он получился объемным. Сначала покажу вам рисунки, а потом коррели. Здесь какой-то предмет, круглая форма, свет падает отсюда. У предмета будет граница света, куда лучи попадают непосредственно на предмет, его освещают. Есть полутень, сюда лучи попадают по касательной, но предмет тоже здесь освещен. Есть собственная тень предмета, лучи сюда попадают плохо или не попадают осень. И здесь есть рефлекс. Рефлекс есть от поверхности, от поверхности стола. Есть еще падающая тень предмета. Если в рисунке штриховка светлой части предмета света будет легкая по форме, то полутень уже идет более насыщенной тональности. Тень идет еще более насыщенной. И у нас есть рефлекс. Рефлекс, если на глянцевой поверхности будет ярко выражен, будет подсвечиваться нижняя часть этого круга. Если это матовая поверхность, то рефлекс тоже будет, только не так ярко выражен. Сейчас я усилю тень, чтобы показать разницу между полутенью и рефлексом. Рефлекс будет светлее, чем собственная тень предмета, но темнее, в зависимости от поверхности, но темнее, чем свет. И падающая тень. Падающая тень почти всегда светлее, чем собственная тень предмета. Некоторые художники, наоборот, усиливают собственную тень, чтобы показать объем предмета. Не забываем, что у нас есть блик. Блик есть на всех поверхностях. Только на матовых он не ярко выражен, а на глянцевых ярко. Блик будет располагаться под 90 градусов от предмета освещенного, который дает этот блик. Допустим, окно или лампа, блик будет тоже разной освещенностью, вплоть до чисто белого, если это глянцевая поверхность. Если смотреть по градации, то цвет, блик практически не закрашен, полутень, тень, и рефлекс, а также падающая тень. Видите, нужно создать такой объем, чтобы не было четких переходов между вот этими секторами, полутени, тени и так далее. Я показала утрированно, но в рисунке и в акварели, конечно же, таких четких переходов не будет. Теперь перейдем к акварели. Мы намечаем тонким контуром форму предмета постановки. Акварели для тех, кто может забыть, намечаем тонкой-тонкой линией место бликов, где мы практически не будем закрашивать краской. Смачиваем кисть в воде и смачиваем наш предмет. У меня такая акварель, совмещенная Невская палитра и Сональе. Берем охру желтую, сильно разбавленную. Добавляем железный окислый, вот такой цвет. Приготовьте, пожалуйста, такие бумажные черновички, чтобы вы тут могли видеть, какой цвет в итоге получается, чтобы не накладывать сразу на основную работу. И заливаем предметку. У меня лукавичка имеет неоднородный цвет. Здесь бок светлее. Соответственно, нужно это все показать в рисунке. И поверхность, заметьте, глянцевая. Поэтому блики будут довольно явно видны. Бок у меня идет лимонный. И слегка желто-зеленый добавим. Пока поверхность сырая, сюда можно сразу по-сырому вводить новые цвета. Берем охру красную, охру желтую. И делаем полутень на лукавичке. Свет вот здесь. Полутень. 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 границу света и влика, чтобы не было вот такой явной границы. Мы не забываем, что у лука есть фактура полосатая, ее тоже нужно будет обозначить. Добавляем умру у основания лука. Ухру красную ведем с марсом коричневым. Введем конец плода, его засохшую часть. И нужно ввести еще тень. Тень, где сильно ярко не читается, я умрой. Чуть добавляю. Здесь шелуха, я могу ее указать. Можете это делать, это роль не сыграет. Но для меня это кажется интересным моментом. Можно потом, когда уже высохнет рисунок, аккуратно наметить уже сухой почти кистью. И здесь слегка затемню, добавлю тень. Аплодиски 11С. Ни слегка я еще smack. ТыNow я должна стараться с activeей герой герой. Красная герой integration практически маленькой. ДStон melhor Use тигряйинку. Кстати, нелегите. Сматрку караметру. И между aiming 스 هذه сред favorами. Пока наш предмет сохнет, мы наметим сразу падающую тень предмета. Она складывается из цвета поверхности, на которой падает цвета самого предмета. Не забываем, что если цвет теплый, то тень холодная. Я беру цвет индиго, холодный цвет, добавляю умру. Самая темная часть падающей тени, это на границе с предметом. Опять затемняю умбрун дига. Опять затемняю умбрун дига. И чуть введу красный охран. Так как предмет имеет сферическую форму, я здесь чуть подбираю краску, создаю рефлекс. Рефлекс от этой поверхности. Здесь рефлекс тоже имеется. Я сейчас его чуть сглажу. И теперь ждем, пока предмет не сохнет. Сейчас мы будем переходить к лисеровке. Будем создавать объем и текстуру предмета с помощью мазков. Которые мы будем накладывать одни на другие. Начнем с полотени. Берем охру. Добавляем туда золотистую. Показываю цвет такой вот. Можно брать чуть насыщеннее, потому что бумага съест часть краски, часть тона. Вот такими мазками накладываем, создавая объем. Можно стриховкой, потому что у лука есть как полоски на кожуре. Продолжение следует... udi外... Попрещения. コ��的담World Движения. Продолжение следует... Продолжение следует... Не боимся вводить более темные мазки, чтобы закрутить лук. Создаем такую детализацию с помощью марса коричневого и сепии. Такими короткими штрихами вводим дополнительные детали. Можно брать кисть потутьше, я работаю фоседоном номер шесть. У нее довольно тонкий конец. Для детализации можно брать совсем тонкую кисть или синтетику, единицу, двойку или же белку или колонок. Для ботанической живописи я использую синтетику для детализации. Кому интересна моя ботаническая живопись, посмотрите у меня в ленте в инстаграм профиле. Музыка. 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 Сухой кистью можем чуть выбрать краску. Пока она еще не до конца высохла. Ухру. Добавим зеленый. Не желтый, а зеленый. Музыка. 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 Придаем вот такие детали, текстуру, придаем луку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...